Шайба Зарипова на ледовой арене повысилась не только посещаемость. Антураж вокруг матча стал особенным. Данис порадовал публику уже во втором матче. И для болельщиков, и для самого Зарипова эта шайба должна стать отправной точкой. Всей команде спасибо за поддержку, за помощь. Конечно же, без их помощи сегодня бы не произошло этого. И командная игра привела к такому счету, к большому счету. Хорошо, конечно, что мы многое забили, но самое главное, что победили. И сейчас перерыв наступил, и будем готовиться дать. Из пяти домашних поединков Акбарс выиграл только один. В матче против Динамо команда постаралась реабилитироваться. Что называется за себя и за тех парней, которые за травм не могут помочь команде. Пробуем варианты. Сложилось. Данис, в общем-то, и результативно сыграл. Будем надеяться на то, что с каждой игрой он будет прибавлять. Поэтому пока нормально. Все идет так, как мы и планировали. На шесть шайб казанцев москвичи смогли ответить только двумя. И то эти голы на свой счет записал экс-игрок Акбарса Илья Никулин, который несколько лет назад блистал в Казани вместе с Данисом. Я думаю, безусловно, мы хотели, наверное, сыграть активно, но нам не дал соперник. Плюс удаление. В КХЛ наступил недельный перерыв, связанный с матчами сборной на Еврокубке. После чего в понедельник в Казани нас ждет еще одно зеленое дерби. А к Салавату Юлаеву здесь особое отношение. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Ивана Бочарова. Ивана Бочарова.